Микс Ньюс Утро на Болткоме Доброе утро, уважаемые слушатели! Мы продолжаем передачу Утро на Болткоме и в последнем получасе у нас в гостях президент Федерации настольного хоккея Роман Булменталс и чемпион мира по настольному хоккей 2013 года Ате Силлис. Здравствуйте! Доброе утро! Да, доброе утро! И я так понимаю, мы пришли нам рассказать о празднике настольных и спортивных игр Савровой 2019, который пройдет вот уже буквально послезавтра в холле Сконта, правильно? Ну, совершенно верно! И спасибо, что вы это назвали праздником! Мы очень надеемся, что он именно будет праздником! А что, были какие-то... Как-то по-другому было? Нет, ну, вы понимаете, вот мы пришли рассказать о мероприятии, которого в принципе, ну, да, в общем-то и не было никогда! И я думаю, что в мире такого нет! И не знаю, будет ли! Поэтому мы очень хотим, чтобы это был именно праздник, не турнир там по спорту, не выставка, да, на что это тоже, может быть, кому-то покажется похоже, а именно это будет, ну, как это назвать? Это будет семейное, спортивное мероприятие, и я бы вот по вашему образцу, как вы проводите интерактив, да, я бы назвал это интерактивное, где все участники! Поэтому мы хотели бы пригласить абсолютно всех, да, то есть и вас в том числе, если вокруг вас есть дети, даже маленькие, там, два года... А вот если у меня нет детей, то... Если нет, берите знакомых! Заведите сначала детей, а потом идти на хоккей! Хочется в хоккей поиграть! Тоже вариант, но, в принципе, конечно, смотрите, это мероприятие, оно, как бы, все-таки рассчитано на школьников в основном, если мы говорим про настольный хоккей, без этого никак, то есть у нас будет 140 хоккеев и 28 секторов, в которых, как бы, они обязательно должны проиграть этот маленький турнирчик, и мы зовем даже тех, которые никогда не играли в настольный хоккей, которые не умеют, которые только, может быть, дома с мамой, с папой играли, а вот они придут, и им вот такие чемпионы, как Атис, Силес и члены нашей сборной во главе таких вот уважаемых настольных хоккеистов, они проведут турнир, ознакомятся, как это происходит. А вот вопрос сразу к нашему второму гостю. А сколько вам лет, Артур? Мне 30 уже. 30 лет? Да. Вот это хорошо выглядит. Я просто... Я прям посоветовала. Ну, получается, чемпионом мира по настольному хоккей вы стали, когда вам было 24 года. Ну, примерно... А сколько до этого вы тренировались? Нет, вот я сейчас сам играю в настольный хоккей уже 18 лет, да, и за 18 лет, как сказать, достиг уровень, где можно соревноваться за, ну, титул, да. Ну вот, и сейчас, как сказать, играю немного поменьше, потому что вот уделяю свое время, развиваю такое большое мероприятельство, и так что приглашаю всех сыграть в этом турнире. А вот, скажем, сам чемпионат, вот стать чемпионом мира по настольному хоккей, как вообще это происходит? Вот вы собираетесь, где-то куда-то едете, сколько участников, насколько он вообще популярен, потому что... Я еще в двух словах добавлю, да, просто я когда сам начал играть в настольный хоккей, мне было так, что брат пришел домой с юношкого центра Лаймит, да, и он выиграл Чупа-Чупс и Ментусы, да, и мне как бы это, ой, я тоже хочу выиграть. И он как раз выиграл на таком турнире, как этот Саровой, да, это было сколько, там уже, ну, почти 20 лет обратно. И с этого началась моя карьера в настольном хоккее, что я пришел на такой же... За конфету! За конфету, как бы, пришел вот на такой же очень похожий... И на нашем соревновании все получат, вот все, кто будет участвовать, получат сладости обязательно. Почему же у меня нет детей-то? Ну, вы тоже, нет, вы знаете, там будет... Я могу тебе одолжить, а иди, своей дочери, она в пятом классе. Там будет турнир для мам и пап, так называемый, да, пожалуйста, можете в нем тоже поиграть. Он опять поиграет. Но самое главное, вот поймите, мы сейчас вернемся к тому про настольный хоккей. Мы же почему вот расширили это мероприятие? Потому что, ну, не все же, которые приходят, им обязательно вот надо стать такими профессиональными игроками. Мы предлагаем, чтобы они ознакомились с другими замечательными видами спорта. Ну, вот тут написано, да, что будет хоккей на льду, футбол, баскетбол 3х3, дзюдо, ушу, бильярд, скейтборд, перетягивание каната, спортивная йога, чирлидинг, новус, теннис, настольный теннис, дартс, бадминтон, лакросс, соревнования на доске равновесия, настольные игры шашки и диск-гольф. Ой, спасибо! Просто вы так здорово прочитали. Вы, например, знаете, что такое лакросс? Да, знаю. Да? Вы видели когда-нибудь? Я вживу его не видел, я видел его по видео, лакросс это... Я задам поинтереснее, флиппер, знаешь, что это такое? Флиппер нет, к сожалению, нет. Или вуд хоккей? Вуд хоккей тоже нет. Вот это вы делаете. Это что-то такое полностью новое. Настолько, что даже в списке его нет этих спортов. Ну, вот так, да, да. Для вас лакросс, это они с очками бегают, знаете, как вот бабочек, они бегают с очками и вот ничем перекидываются и забивают. Это все 16 ноября. С маленькими совсем... С какого времени можно... С 10 до 18 в любое время, но я очень советую прийти ближе к 12, потому что в 12... У нас, вы знаете, сейчас появился новый вид спорта, это баскетбол 3 на 3. Вы это знаете? Да, конечно. Вот я тоже в детстве играл вот в такой примерно... А тут обрались. Да, да. Еще отбираемся. Еще отбираемся, да. И латвийская сборная, в принципе, заняла второе место. Вот они будут там. Они будут, они будут демонстрировать. Будет настоящий мяч официальный, в котором играют 3 на 3. Кстати, обалденный мяч, очень-очень хороший, вилсом такой. И все смогут тоже его и пощупать, и посмотреть, и попробовать. Еще раз, идея в том, что не просто посмотреть, что вот есть такие виды спорта, а попробовать. Вот будет теннис, например, мини-теннис. Это так, как мы вот делаем с настольным хоккеем. Ты пришел, ты не играешь, ты попробовал, а как это вот соревноваться? Ты пришел, ты увидел, о, теннис играют маленькие дети через маленькие сетки, маленькими ракетками. Интересно. Дай-ка я попробую. Дали ему ракетку в руки, он попробовал. И вот, может быть, через 20 лет к вам придет какой-нибудь олимпийский чемпион, и вы вот зададите вопрос. Вы будете все так же выглядеть хорошо, и вы тоже. Ну, все так же здесь. Да, все так же здесь. Да, все так же здесь. Неважно, мы не знаем по какому. И вы спросите, а как ты пришел в этот вид спорта? И он скажет, вот вы знаете, когда-то в далеком 2019 году был... Слушал я ваше радио. Да, да, например. Слушал ваше радио, пришел, вдруг увидел бах-флиппер, или бах-увидел лакросс, или увидел 3х3, или увидел ушу, или увидел... Вы знаете, чирлидинг, что это вид спорта? Вот я хотел спросить. Да, у меня уточка занимается чирлидингом. А, у вас занимается? Она будет 16-го? Нет. Нет, ее не позвали. Нет, нет, она тут просто любительский, но это действительно вид спорта. Вот будет чирлидинг, и я удивился, я говорю, сколько девочек у вас будет? А у нас не только девочки, будет и мальчики. А как вообще можно... Вот я все остальные виды спорта примерно понимаю, как можно им заняться, если раньше не занимался. А как можно начать заняться чирлидингом? Приходите 16-го в субботу, послезавтра в сконто-халлы. Дадут тебе эти пушистики? Посмотрите. И дети не подкинут. Не подкинут кого-нибудь. Посмотрите, и, может быть, займетесь. Может, вы подумаете, а зачем мне там гимнастика, и зачем мне еще... Он же видит, что гимнастикой занимается. Да, гимнастикой занимается. Главный гимнаст редакции. У нас будет тоже для таких, как вы, как он, пауэр... Нет, ну, в общем, А вообще эти виды спорта в Латвии, они популярны? Или есть какой-то дефицит действительно тех же детей, которые приходят, потому что родители не знают, это не так популярно, потому что популярно отдать в хоккей, но не отдавать там в чирлидинг, потому что популярен теннис, но не популярен, например, настольный теннис. Или у нас наоборот, очереди стоят? Вот я думаю, что это по-разному. Ну, например, дзюдо ведь достаточно популярный. Дзюдо, да, это классический. И при этом все зеленого школы, да, они выставляют. Дзюдо – очень хороший вид спорта для того, чтобы тоже развивать и так далее. Но есть, которые... Ну, как? Они хотят быть популярны. У нас регби захотели тоже участвовать. Будет, да? Да, да, будет, будет. В последний момент, да? Ну, лакросс опять. Но я не скажу, что это самый популярный вид спорта. Да потому что не знают. Да, я думаю. Он веселый вид спорта? Ну, вы меня спрашиваете, я сам посмотрю вот послезавтра, насколько уже не теплый. Какие спорта может быть не веселым? Это все зависит от команды. Ну, смотрю, смотря какой результат. Потом смотрите, вот будет, как они называются, The Spot и Skateboard, Федерация Skateboard. А керлинг будет? Вот еще, как сказать, есть возможность для следующего года добавить всякие федерации спортивные, как сказать, занятия. То есть, если нас слушают представители федерации и разных видов спортов, которые еще не представлены, пожалуйста, обращайтесь. Я бы в керлинг поиграл, кстати, с большим удовольствием. Есть настольный керлинг, например, в игровых центрах. У нас я ужасно люблю играть. Это действительно ужасно увлекательно. Но взрослый, вот этот большой, где большие камни нужно вот щеточками тереть как раз, я не знаю, мне кажется, что у нас нет. Ати, значит, нам надо как-то залить будет часть Скорта Халлы, либо подключить туда арену Рига. Взять щеточки в кладовке. Да. Но это очень хорошая, интересная мысль, потому что мне тоже керлинг, в принципе, нравится. Ну, не знаю, может какой-то покрытие. Мы подумаем. У нас есть звонок в студию, может быть, еще вопрос. Наденьте просто наушники, чтобы услышать вопрос. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, я в прошлом году был на вашем мероприятии с семьей. Слушайте, совершенно замечательно все было устроено, совершенно замечательное соревнование. Детям очень понравилось, так что спасибо большое. И вам спасибо. И у вас чущество вопросов просто благодарность. Видите, как здорово. А что касается настольного хоккея, это какой-то специальный, профессиональный, или это обычный, детский, еще, знаете, с 80-х, где там... Айтис, я чувствую, мы не увертимся от этих вопросов. Ты можешь коротко тогда... Нет, до того было, как сказать, все развиваемся, да, и вот настольный хоккей тоже развивается, и вот, как сказать, мы тоже заинтересованы развить настольный хоккей в Латвии еще побольше. Ну вот, и потому мы делаем этот турнирчик, где каждый может сыграть и узнать побольше, да, и у нас будет, как сказать, настольный хоккейный стенд, да, где будет, мой, как сказать, партнер по борьбе, Эдгар Сцайдс, да, он тоже сейчас стал мировым чемпионом, и он будет на стенде все время, как сказать, показывать, рассказывать, что, где, как играть, какие комбинации, где будут турниры, когда можно приходить и так далее. И самое интересное, то, что здесь, когда мы сыграем этот познакомство турнирчик, да, настольный хоккей, как сказать, лучший, да, один из группы, да, получит пригласительный на Кубок Риги, который, я бы сказал бы, самый значимый по настольному хоккейу в мире. Пригласительный в плане участников. Да, бесплатный. Через две недели, как бы сказать. И там уже приезжают топовые игроки всего мира, слышал, с Америки тоже приедут, так что... Да, 16 стран. Американское посольство выделило флаг для этого. Ну, вообще, а денег выделило? Ну, флаг уже. Это следующий шаг. Это следующий шаг. Я немножко... Хорошо, вы все равно спрашивайте, я вам попробую достаточно быстро сказать. Настольный хоккей это вид спорта официальный, он зарегистрирован у нас в Латвии. Проходят разные турниры, все турниры открытые, могут любые прийти, нету такого, что могут и дети прийти, и женщины, и мужчины, и все, да. И любых возрастов. Но есть два чемпионата, это чемпионат мира и Европы, на которую нужно отобраться. И там происходит в 8 номинациях, там отдельно для юниоров, отдельно для женщин, отдельно открытые, для мужчин, отдельно для ветеранов, потому что, по-моему, после 40 лет. Для того, чтобы стать чемпионом мира, Атис должен был сыграть 73 игры за 2 дня по 5 минут. Это столько надо стоять, это надо мощную спину иметь, физическую. Да, там все надо, и мышление, и быстроту рук. Это вид спорта, который требует все, что требует любой другой вид спорта. Но все турниры открытые, вот есть мировые такие туры, как в Риге, в Праге и так далее. Можно ездить, то есть можно тренироваться, повышать. В рейтинге примерно в мире 8 тысяч человек, ну, активных где-то 5 тысяч, из них в Латвии где-то 800 активно играет 120. То есть у нас очень популярный вид спорта. Ну, понимаете, популярный, не популярный, но у нас в него играет, мы хотим, чтобы играли больше, но мы понимаем, что когда к нам приходят, как вот в прошлом году, приходят 700 детей, и в основном первые, четвертые, первые, пятые, которые еще не знают, чем заниматься, поэтому мы хотим им представить возможность заниматься настольным хоккеем, ездить по всему миру, участвовать в соревнованиях, пытаться отобраться в сборную и другие виды спорта. Вот я все-таки спрашивала именно про само оборудование для игры в настольный хоккей, то есть стало ли оно, усовершенствовалось ли оно, каким оно стало? Или оно осталось таким же, как мы его помним, там 30 лет назад, да? Просто там более яркое, например. Не-не, на то, что до того было примерно воротаре, надо было держать по середине, да, сейчас сбоку, как бы, да, там до того нельзя было зайти за воротаря. И тогда посередине остаюсь. Нет, ручка сбоку, не воротарь сбоку. А ручка сбоку, чтобы удобнее было. Да, да, да. Ну, сейчас сбоку, там можно, до того не можно было зайти за ворота, да. Ну, как сказать, если посмотрим на первый телефон, сейчас в наши дни телефон, ну, сразу видно, чем отличается телефон. Ну, по большому счету, также отличается настольный хоккей, когда я был первый настольный хоккей, и как он выглядит сейчас. Ну, так, если я стою. Я хотел одну вещь сказать, кстати. Вот, на мероприятии мы дадим такие индивидуальные карточки для каждого ребенка, да, где он запишет имя, фамилия, школа, класс, с какой, ну, как сказать, чтобы мы знали, кто к нам пришел в гости, да. И потом он будет приходить, придет, сыграет настольный хоккей, мы ему поставим штампик на карточке, да. Вот здесь. А, вот. Просто у нас в руках карточка, где с другой стороны кружочки, на которые нужно ставить печать, это будет, и на кремнике. во-первых, кружочек с этой стороны, он обязательно, видите, надо сыграть у нас настольный хоккей. Хочешь, не хочешь, а сыграть надо. Нет, можешь не играть, но тогда не получишь эту конфету. как, мы же, это же карточка на обмен, есть мотивация. А дальше, с этой стороны, это как зрачки у скаутов, фактически. Смотрите, с этой стороны, он тоже, вот как Атис начал рассказывать, он где-то участвовал в каком-то стенде, ему тоже штампики поставили, здесь он получит не только одну конфету, может, еще и пачку печенья. И там еще, если там будут люди, которые пойдут, примерно, все федерации, да, мы делаем различный, как сказать, отбор, которым мы дадим приз, когда мы приедем в школу. Самые активные, у которых будет много здесь. С другой стороны, мы указываем школу и класс, но потом, те, кто прошли все активити, вот эти, то есть вероятность того, что вы приедете в школу, в конкретный класс, и еще это будет. Невероятность, мы точно приедем. И еще поздравить ребенка. Смотрите, чудо какое, да, вот эта карточка, он раз вот так, вот это он отдал нам. Волшебство! Это оставил себе, здесь можно, когда он будет заниматься, видите, у него остается вот эта реклама, а это будет у нас, да, и мы дальше посмотрим, сколько было из Риги, мы послали приглашение тоже и в Даугавпилс, и в Энс. Да, но карточку можно получить при входе, да? Можно при входе заполнить, мы раздали это по школам, не волнуйтесь, просто это нам поможет, если они придут уже заполненными, сразу пошли в зал, и пошли, ну, как бы не будет стоять, не вписываться на месте. Тем более, что это суббота перед большими выходными, то есть у нас, конечно, вечером Старая Рига, да, 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 но вот такая чудо-карточка есть, и вот она вот, как бы, ну, вы поняли, как она работает. Чудо-карточка, да больше не будем рвать, давайте поставим для детей. Я хотел сказать еще пару слов, то, что мы до этого еще не сказали, примерно, у нас будет там вот такая компания, Апстар, да, они будут там весь день раз, ну, давать чай и так далее, если на улице будет холодно и так далее. А будет холодно, это ноябрь. Ну, ну, через два дня, не знаю, может быть, уже там снег пойдет, да, и все остальное. Там еще будет для мамы, для детей, там, как сказать, не знаю, ферма, да, где шоколадки всякие будут, можно будет вместе сделать, да, потом... То есть мастер-класс еще будет. Мастер-класс, вот спасибо, да. Потом, как Роман говорил, то, что будет турнир для отцов, да, и то же самое время будет турнирчик для каждой, ну, для мам, Для будущих отцов тоже, если у вас еще нет. Иди потренируйся. И у нас уже подготовлены особенные призы для мам, да, а для отцов мы сделали так, что там только два победителя получат, ну, как сказать, очень-очень интересный приз. Даже дискриминация. А для мам какой приз будет? Выходной. Для мам, для каждой мама получит приз, да. То есть мама получит приз каждая, а отцов только два лучше. Вот дискриминация. Я же говорила, дискриминация. Почему такая дискриминация? Не-не, ну, так мы придумали, чтобы было поинтереснее. Утром семья просыпается, пойдет все, да ну, там призов нет, сама сходи, да, вот так это работает. Едь сама, да. Ну вот, еще одну эмоцию хотел рассказать с прошлого года, когда у нас был этот Сара 18. Интересно было так, что приходит отец со своим сыном, да, и отец поставил сына в одну группу. Сын играет с остальными мальчиками, девочками. Ну вот, и что интересно, то, что как сын забивает, отец сразу, е, молодец, молодец, да, а потом идет турнир для отцов. И потом приходят эти дети, да, и поддерживают своих отцов. Вот это такие, ну, очень-очень, потрясающие отцовы. Такое замечательное семейное времяпровождение. Вот так, как сказать, потому это и есть семейное мероприятие. Я хочу еще немножко добавить, у нас, вот мы говорим, школьников ждем, но мы ждем и, на самом деле, старших из детских садов. Вот я могу рассказать, например, позапрошлый раз, ну, вообще-то, у нас правило такое, можно, по-моему, с шести лет или с семи, но самое главное, чтобы доставал, доставал до этого хоккея, да, это как бы вот правило, оно естественно. Ты должен быть такого роста, чтобы... А какая высота хоккея? Ну, там примерно, я как скажу, метр двадцать, нет? Ну, метр двадцать, это высота хоккея, но ты должен быть хотя бы метр сорок. ты должен доставать. Хотя бы, ну, и вот, и вот, когда идут, я смотрю, идет совсем маленький, ну, явно, я говорю, ты-то угадай, не сколько тебе лет? Он говорит, пять лет. Я говорю, ну, а ты же не доставишь. А у меня-то буреточка с собой. Молодец. Он достает табуреточки, он действительно сыграл, и еще очень хорошо сыграл. Сейчас он, по-моему, один из лучших. Так что, смотрите, если вы маленькие, ну, никак с табуреточкой не достаете в два года, то у вас там будут лисички, чупа-чупсы, будут заниматься специально детский уголок из Сити Кидс, их можно оставить там, и они будут с ними заниматься. Пока родители гоняют. Пока родители, пока братья и так далее. Да. Если вам уже 4-5 лет, и у вас есть с собой табуреточка, и вы можете достать, я думаю, то, ну, вот можно сыграть тогда тоже и в настольный хоккей. Организация такого мероприятия, такого масштабного, действительно, такого праздника хорошего, насколько она сложная, сколько трудностей было на пути? Вот в прошлом году вы организовали, и не было желания прямо опустить руки. Или наоборот, это вдохновение такое, что хочется еще... Что все помогают вокруг, например. Да, что вы сталкиваетесь только с отзывчивостью. Да. Заплакали. Ну, вы знаете, я просто сейчас дам слово Атису, ну, нам повезло настольному хоккейу. Атис не только стал чемпионом мира, да, Атис не только активно участвует в деятельности федерации, но он своей профессией выбрал организацию мероприятий. Это нам очень повезло, и, конечно, то, что Атис взялся за него, ну, я бы сказал, профессионально, это вывело это мероприятие совсем на другой уровень. Атис, насколько это сложно, скажи? Если смотря на прошлый год, у нас было ползала сконтухала, да, ну, там не было столько много людей насчет сорганизаторов, да, кому надо сказать информации, проходить там в это, в это, в это время. В этом году у нас примерно 150 человек, да, если каждый написал что-то, не до конца написал, он еще раз пишет. Со всеми созваниваться, да, примерно. Мы хотели пригласить спонсоров, чтобы дали нам эти конфеты и все остальное. Я не знаю, я обзвонил примерно 150 компаний, да, там примерно и ни один раз, ни второй раз отсылаешь email, да, они говорят, да-да, посмотрим, ну, через неделю звонишь, конечно, не посмотрели, да, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, шесть раз звонишь, на седьмой раз говорят, нет, не надо, да. И с этих 150 компаний, ну, 10 примерно сказали, о, да, мы согласны, ну, как сказать, денег нет, да. Ну, как всегда. Денег не вырежитесь, да. И вот за этот бюджет, который мы делаем, этот мероприятие, ну, это, ну, очень-очень смешно. Я немножко добавлю, но при всем том, какой бы он смешной не был, но нас поддерживает Рижская дума, государство, да, мы обратились в китайское посольство, будут тренера китайские, которые по настольному теннису, нас поддерживают, в результате, это нельзя сказать, что... Я бы сказал бы так, что мы это мероприятельство делаем большим энтузиазмом, потому что настольный хоккей, это, как сказать, наша вещь, да, и в прошлые годы мы видим, что можем развить тоже, чтобы было хорошо для других спортивных федераций. Спасибо большое. Я напоминаю, что 16 ноября в Сконтехалле, это послезавтра, с 10 до 6 часов вечера пройдет Саруид 19. У нас в гостях был президент Федерации настольного хоккея Роман Блументалс и чемпион мира по настольному хоккею Ати Силлис. Большое вам спасибо, было ужасно интересно. Мы заканчиваем нашу передачу, эфир продолжается новостями. Спасибо всем и до встречи 16-го в Сконтехалле. До свидания. До свидания.